здравствуйте в эфире программа актуальное интервью герои гуманитарного фронта так сми называют волонтеров из пушкинского которые бросили свои силы время ресурсы на то чтобы помогать своим бойцам зоне специальной военной операции тонны грузов жизненно необходимых там где добывают мир уже отправлены и эта работа не останавливается ни на день один из героев гуманитарной миссии баха хасанов буквально вчера вернулся из зоны специальной военной операции сегодня он пришел к нам в студию здравствуйте баха здравствуйте как я сказала вы вчера только вернулись из зоны своего скажите в который раз вы там были это поездка уже 9 поездка вроде бы если не ошибаюсь я честно уже не помню с октября месяца почти каждый месяц поездка у нас по счету где-то 9 получается но это много да действительно каждый месяц получается вы везете жизненно необходимые грузы нашим ребятам нашим бойцам ну было бы возможно скажу честно мы бы ездили каждый день потому что мы знаем потребности ребят и мы знаем что ребята нас ждут там все они всегда очень рады нас видеть была бы возможность можно сказать два раза в месяц поехали три раза в месяц но пока по меру возможности катается раз в месяц с какими эмоциями ребята вас встречают эмоции скажу так больше радости от улыбки есть слезы радостью ребят когда они нас видят что мы приезжаем а приезжаем очень далеко бывают сложные моменты куда мы доезжаем ребят очень рад нас видит бах но вот недавно буквально вы ездили на территории присоединенных республик были даже на линии соприкосновения но очень рядом с линии соприкосновения вместе с главой округа пушкинский расскажите как это было какие впечатления у вас остались начнем с того что я хочу сказать спасибо максиму валерьевичу спасибо его команде ребятам как кто с ним приехал мы были как бы изначально да мы обсуждали какой будет поездка я не сказал что поездка наша не будет по тылу как многие любят кататься поездка наша будет именно на линии соприкосновения и мы проехали были направлении кримина и сватова мы были в криминую там чуть подальше доехали на следующий день мы ездили по сватовскому направлению максим валерьевич сам видел своими глазами все как бы как обстановка были свои сложности но мужественно все преодолели все препятствия я предлагаю посмотреть сюжет об этой поездке на передовой вместе с бойцами глава округа пушкинский максим красноцветов разгружает машины с гуманитарной помощью все это присылали в волонтерские пункты пушкина и вантеевки красноармейской люди со всей россии сколько раз глава сам участвовал и провожал помощь в зону сло теперь передает ее воинам лично как говорится из последней серии модели вот и вы хорошие хочется получить обратную связь понять насколько эффективно работает как работает можем не нужен глава проезжает передовые позиции воинских подразделений в районе населенных пунктов лнр сватово криминой там где держат оборону военнослужащие в том числе из пушкинского округа вместе с ним заместители юрий гордеев и артем люхин и координатор и вдохновитель волонтерского движения баха хасанов они посещают госпиталь знакомиться с тем в каких условиях живут и несут службу бойцы чтобы войны немного отдохнули прибывшие стараются создать хоть ненадолго атмосферу дома это очень кстати у командира одного из подразделений день рождения день рождения если от главы нашего городского округа спасибо это все много чего стиральные машинки газовые баллоны скобы посылки от родных обмундирование оборудование среди прочего дизельные генераторы они пойдут на смену тем что сейчас трудятся круглые сутки стоят у нас мощный дизельный генератор на 6 половина он работает 12 у нас 8 утра смена генератора 8 вечера опять смена генератора чтобы они отдыхали могу не лукаве сказать что все от губератора до главы все администрации людей кто занимается непосредственно контактирует с вашими близкими все очень переживают и мы все обеспокоены тем насколько вы здесь устроены как устроен вас будет нужно ли что-то вам во время поездки максим красноцветов встречается с подразделениями шторм где служит много военнослужащих из подмосковья и барс-14 бойцам передают автомобиль маскировочные сети один из воинов мечтал увидеться с главой лично но накануне получил ранение из-за разрыва снаряда и сейчас находится в госпитале для него записывают обращение привет самое главное будь здоров я хочу сказать большое спасибо вам за эту помощь она очень не оставила глава побывал в том числе в разрушенном после боев северодонецке проехал луганск краснодонск из вареном от имени жителей пушкинского глава заверил бойцов безусловной поддержки поблагодарил ребят за достойное и мужественное несение службы пожелал скорейшего возвращения к своим семьям некоторые бойцы смогли воссоединиться со своими близкими к одному из военнослужащих волонтеры привезли брата большое спасибо особенно вот это была не монетарная помощь то что могли сделать так что у меня брат ко мне приехал хочу привет передать свои супруги все хорошо жизнь здоров вот баха к нам приехал глава пушкинского района к нам приехал вот все у нас хорошо нам подарок тут замечательный подарили хотим передать привет всем родственникам близким знакомым маме большой привет с отцом и мы все желаем чтобы были здоровы и победа будет в любом случае за нами победа будет за нами говорите были сложности знаю что были у не штатные скажем так ситуации расскажите пожалуйста да был был в не штатной ситуации у нас когда мы выезжали от ребят уже там как я всегда люблю у себя там в группа говорит что питали там в честь нас похлопали но несмотря на это какая-то команда у него там глазом не мартнули все стойко выехали все было нормально чему максим валерьевич был удивлен как бы что действительно ребята уже не боятся к бы уже привыкшие ребята поездка была увлекательна мы просто не можем все по трудности говорить почему потому что нас тоже смотрят наши родственники непосредственно родственники волонтеров и чтобы их не нервирует чтобы они не переживали мы не все показывание все можем рассказать ну путешествие было увлекательно что привозили какую помощь в этот раз в этот раз у нас было как наша команда насчитала девочки порядка 25 тонн груза это было сам рекордный груз за последнее время это у нас было там и фанеры и пленки генераторов много было рации антидроновое дружие птички много медицины необходимо много всего как бы и гвозди скобы мир не без добрых людей как говорится большой объем колоссальный объем грузового а в чем нуждаются особенно нуждаются наши бойцы вот жители сейчас посмотрит нашу программу может быть тоже присоединяться окажут тоже какую-то они должны просто ребята чувства что их ждут дома что не просто вот они уехали там находится опросы и что их ждут дома в следующую очередь как бы ну так как колени у нас продвигается линия фронта продвигать ребятам также есть и строительный материал нужные инструменты также и типа визоры антидроновое оружие сами дроны нужны сейчас к сожалению как бы это не как сорок первом сорок пятом году стрелкой по основном идет это более цивилизованную как бы там идет дроны нужны что дроны что антидроны вот такие вещи нужны глаза и уши как я всегда всем говорю но это можно к вам обратиться даже нужно подскажет мы подсказываем кто-то хочет там сам покупать нам передает делать подарки кто-то финансово хочет помочь у нас есть в нашей группе телеграм-канале как мы называем финансовый директор где реквизиты если девушки куда поступать финансы оттуда уже мы ездим закупаем подготавливаемся все как бы мы все подсказываем наша съемочная группа тоже делала сюжет о подготовке гуманитарной миссии тоже предлагаю посмотреть уже еще один раскладывайте да и прям ровным полом ровным полом да уложить ровным слоем на дно грузового автомобиля так чтобы ни одна плита не покоробилась в пути листы из прессованной древесной стружки вместе с пленкой отправляется в зону проведения специальной военной операции там с их помощью оборудуют блиндажи для размещения наших частей на улице вокзальной в пушкина работа кипит с самого утра волонтеры сортируют пакуют и грузят в автомобиле то что собирали несколько недель и даже месяцев такой пластиковый куб для питьевой воды одна из ценных закупок волонтерской группы под руководством бахи хасанова воду в куб зальют уже в ростове оттуда прямо на передовую вместе с водой ребятам отправляют продукты и одежду генераторы инструменты бензопилы и многое другое восемь большегрузов с гуманитарной помощью прямо сейчас отправляются из нашего округа в зону свого а в этих коробках ценный подарок на передовую от администрации пушкинского вот они все рации здесь так что спасибо администрации 100 комплектов рации в последний день от всех за от ребят вместе с отправкой груза несколько минут для теплых слов для тех кто собирает закупает организовывает сборы прямо здесь на ступенях в рабочей обстановке волонтерам и простым неравнодушным людям вручает благодарственные адреса от главы округа позывной тетрис вы его все знаете уже много много месяцев сегодня у нас волонтерская организация пушкинская проводит очередной отправку коммунитарной помощи администрация и глава лично и сотрудники администрации также приняли участие в закупке определенного оборудования снаряжения для наших бойцов которые находятся на передовой мы общаемся из ивантеевской группы из пушкинской и с ребятами из красноармейска у нас оставался определенный лимит возможностей докупить что-то и купили 100 раций наладить взаимодействие распределить обязанности и направления эти люди точно знают почему сегодня и каждый день и ночь на связи каждый из них кто как бы если не мы те кто здесь те кто остался чтобы мы жили в мире да и согласии так сказать мы должны помогать тем кто там тем кто воюет рискует своими жизнями это уже 4 мая поездка на украину но отец понимает отец чеченскую прошел брата мне там держаться всем победа будет все равно за нами жители метрополии просто встали все единым фронтом и начались отгрузки немаленькие скажем так по объему приносит домой кому-то я приезжаю закупаем также медикаменты и генератор передали вот в эту отправку в общем жители метрополиза платились и решили помочь ребятам а эту ниву еще два автомобиля для отправки в зону свого пригнали ребята из группы в связанные одной идеей и целью волонтеры активно помогают с необходимыми товарами и транспортными средствами это у нас уже будет вторая поездка первую поездку мы отправляли также машину и какую тоже гуманитарку в эту поездку приобрели для наших ребят три автомобиля вас и две нивы по запросу кое-какие продукты питания эндикаменты хочу сказать от всей группы низкий поклон и тем кто здесь все это собирает организовывать потому что это не все так просто да и но в первую очередь ребятам тем которые там как говорится за ленточкой пожелать всем ребятам вернуться поскорее домой живем и здоровым нельзя оставаться в стороне чтобы побольше было таких команд побольше было таких организаций побольше было сплоченности в общем коллективизм да вместе мы силы только вместе победа будет за нами баха как настроение наших бойцов победа будет за нами не так ли победа однозначно будет и нами ребята на сцене у всех боевое боевое у ребят для многих было немножко шоком когда увидели максималевича на линии фронта почему потому что я скажу по нашей информации я может быть и не владею всей информации но максимале чем у нас единственная глава с подмосковья который приехал непосредственно в зону соприкосновения был на можно сказать на гуля это вот по нашим волонтерским информации как бы может быть кто-то был ну я пока не знаю никого много кто глава приезжали много там кто приезжал гости но именно там где мы оказались максимале еще вроде единственный человек и побоялся и бойцы достойность до бойцы очень были удивлены как бы это было как бы пять момент просто нужно было снимать как бы ну так как у нас не было время особо снимать ребята были очень довольны благодарны вот я до сих пор на связи к бы я вчера в дороге ехал ребята напутствует привет и передает я так думаю еще много приветов мы получим от ребят которые благодарны наши поездки наши дружной команде баха в нашей студии как раз висит флаг пушкинского на котором оставили свои росписи подписи бойцы расскажите да об этом да этот флаг а я я сам лично попросил макси валерьевича чтобы мне предоставить такой флаг ну отвозили он прошел с нами всю передовую все с первого дня где мы катались это флаг был с нами и везде наши жители городского округа пушкинская ивантеев как раз нами из пушкина все расставили подписи все ребят которые они были мы многим и раздавали на передовую нашу флагу нашего городского и также ребята расписывались сейчас вот мы его привезли надеемся он займет достойное место в администрации нашего округа также вы принесли интересные артефакты представлены здесь расскажите пепельница необычная пепельницу ребята подарили в память о том что вот я к ним как бы есть был у них очень там далеко и к моему приезду ребята приготовили они вот у меня можно посмотреть видео сюжет сюжет где ребята там на передовой в честь меня повесили табличку как бы они прислали мне это видео чтобы охват в честь тебя есть табличка на передовой сколько километров от них до меня я приехал к этим ребятам я нашел эту табличку с ребятами дошли мы там есть видео сюжет как бы благодарствовать и вот ребят там из передовой благодарность за то что к ним ездим привозим помогаем подарили мне вот пепельницу хоть я не кулю но я искал выхода ну будет занимать у меня это память о ребят как это это шеврончик подарили ребята ополченцы моих ребята которые местные с луганской области там на передовой они свой шеврончик подарили кстати один шеврончик подарили мне и один переда просили передать для макси валерьевича это кинжал мне подарили трофейный кинжал ребята подарили мы был в подразделении ахмад спецназ так тоже повезло что я нашел их приезжал в гости ребята были очень удивлены мы удостоились на чести нашей команды как бы нас пригласили на награждение одного из бойцов на передовой орденом ахмад силы мы были на мероприятии награждение вот ребята оттуда предоставить кинжал как бы нам в память сказали что это шапочка как говорится боевая счастливая шапочка она уже вот с октября месяца катается туда обратно всегда ну как талисман да талисманчик она там много у нас скажем так трофеев антрефактов когда мы все привезти пока ну к следующий раз как мы все покажем обязательно будем вас ждать также макси валерьевичу подарили ребята непосредственно передовой там каска бойца который получил ранение но она оказалась счастливая боец у нас выжил и ребята не знаю почему когда я спросил для кому вы хотите передать именно макси валерьевич и подарили макси валерьевич как бы счастливой касками называем он стесняется сказать я говорю прямо как есть что человек хочет подарок делать посложить сказка он хочет вам передать его как трофей для памяти о нашей поездке спасибо подарочков много бывает потому что не спадая на то что мы ребятам привозим подарки они ребята вроде бы как бы это мелочи ну тоже приятно от души тоже конечно тем более собственноручно сделано конечно это же очень дорогие вещи цены дело не в подарках как это дело в первую очередь внимание мы уделяем внимание там ребятам ребята также уделять внимание нам постоянно находимся на связи с ребятами круглые сутки и вот моя команда дружно как бы они знают что с каждым бойцом каждое направление сижу на пользу ночи постараюсь общаясь узнаю их потребности даже когда зашел к вам увидели звонки поступают поэтому в это самое главное внимание наши ребята много у вас подразделений так скажем подшефных вам подразделения но уже порядка больше 15 подразделений есть это также и танковые войска и спец и спец подразделений наши мобилизованные ребята местные ополченцы как мы их называем ребята там больше 15 подразделений есть как бы мы не выбираем у нас направление нет конкретики того что мы помогаем чисто пушкинскому мы помогаем всем стараемся кто просит также ребята мобилизованы из питера из псков калуга ярославль география сейчас на все больше и больше мы помогаем всем ребятам кто просит как бы помочь привести его там но я знаю что вы еще не просто занимаетесь волонтерской деятельностью вы разыскиваете бойцов передаете им посылки от жен матерей но это вся деятельность началась того что ко мне обратилась жительница нашего округа с красноармейска в первую поиску она обратилась просила найти ее мужа почему прошло два месяца в не было в связи и благодаря сарафанному радио там одно восприятие второго третьего мы нашли супруга нашего нашей жительницы в первой встрече мы не смогли с ней встретиться но потом нам пришла бы обратно ведется видео ответ как бы что вы живу и здорово находится все мы передали подарки и после этого когда уже люди начали узнавать что можно искать благодаря сарафанному радио благодаря тому что там есть много друзей все знаем друг друга начали делать запросы и очень много ребят мы находим на сегодняшний день ищем находим доставляем посылки подарки это тоже такая благородная миссия считаю ну просто это маленькая часть того что мы можем чем мы можем помочь с одной стороны родственникам с другой стороны нашим ребятам там но я знаю что у вас есть свой позывной история интересная связанная с ним инспектор почему у меня позовной инспектор потому что здесь у нас в округе на московской области у меня должен сказать инспектор общественного народного контроля как бы у меня судо средний инспектор общественного народного контроля и по разу ребят посмотрели как бы да инспектор инспектор и так и осталось бах инспектор бах инспектор как бы там они все там инспектор инспектор остался за мной этот позывной ну такой суровый боевой скажи скажем так с инспекцией приезжаем к нашим ребятам ну а расскажите вообще с чего начиналась волонтерская деятельность вы же давно этим занимаетесь ну волонтерской деятельностью я занимаюсь очень давно у меня сначала были это в одних группах мы занимались поисками пропавших людей это группа лизали там участвовал также участвовал была группа там помогали детям ездили в детские дома потом были оказывали помощь и жителям погорельцам и там помогали везде там занимались субботниками вот на серебрянке там серебрянку очищали получилось так что в связи с некоторыми обстоятельствами от всего немножко отошел и когда началось свой у нас принял для себя решение что я буду ездить туда и помогать там пока есть возможность помогать там а на вот хотел спросить как это пришло осознание что я должен туда ехать должен помочь я думал долго и потом один прекрасный день супругой мы сели она просто мне посмотрел в глаза я готовлю тебя как ломает тебе хочется я буду да мне хочется поехать на что он не сказал мне это я не могу оставить я знаю тебя как человека что если ты захотел на что поешь и все присоединился другим волонтером и поехали так пошло 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 теперь не можете остановиться теперь назад ходу нету пока победа не будет за нами мы будем ездить помогать я знаю что вы помогаете еще и медицинским учреждениям госпиталям мы также отводим гуманитарную помощь госпиталям которые находятся на линии свой глава округа максим красноцветов встречается с волонтерами группы бахи хасанова скоро новая отправка гуманитарной помощи в зону сво познать чем помочь и сделать свой вклад в общее дело такое общение главы и неравнодушных жителей стало уже регулярным баха хасанов конечно человек который своей энергией вдохновляет объединяет консолидирует и направляет поэтому мы очень благодарны ему этим людям за то что они делают ну и мы стараемся вносить и свой маленький скромный вклад в это общее благое дело сегодня мы передали противодранное ружье я очень надеюсь что это будет действительно уместно и полезно для отправки в зону спецоперации готовится 25 тонн груза 3 тонны пленки для блиндажей полторы фанеры 20 генераторов больше трехсот именных посылок их родственники передают своим бойцам география постоянно расширяется отправление приходит из ярославля владимира петербурга хочу отдельно заметить сказать спасибо администрации городского округа пушкинский всем сотрудникам за предоставленную помощь они там нам в эту поездку тоже очень колоссально помогли ранее я всегда говорил макси валерьевич эти помещения помогал так а в этот раз у нас очень хороший объем тоже помогла администрации городского округа пушкинский в отдельной зоне разместили оборудование для госпиталей оснащение одного из них волонтеры практически полностью взяли на себя оксана она медик по профессии сортирует лекарства и готовит медицинские приборы к отправке коробочки все подписываем что куда вот такие вот как бы наборы хирургические то что бьется все подписывается и красным скотчем клеится то есть это дорогостоящие оборудование которое нельзя ронять на этот раз вот везем электрокоагулятор он помогает в хирургических операциях то есть чтобы не было больших кровопотерь анализатор крови реагенты канализатором крови везем хирургический набор малый хирургический набор большой со времен советского союза вот этот вот хирургический набор то есть тут вся полнейшая комплектация начиная от скальпеля и зажимов вот понимаете то есть это еще упаковано как в нашем детстве вот этот набор на самом деле не имеет цены он просто без цены потому что на данный момент хоть и у нас все ушло вперед у нас таких наборов не найти вновь золото как только все будет упаковано машины двинутся в путь до победы кататься пока есть здоровье пока есть силы пока народ нам помогает мы готовы до победы ездить и помогать с этим максималевич тоже заходил на поле на полевых госпиталях он видел как обстановка как ребят у нас лечат как оперируют все да госпитали это основное наше направление почему потому что от госпиталей зависит жизнь наших ребят поэтому мы стараемся в первую очередь тоже помочь госпиталям как бы оборудование всем но вся эта заслуга я хочу сказать что это спасибо большое всем жителям жителям и только нашего пушкинского округа нашего округа жителям всей москвы московской области всей россии жителям всем спасибо хочу сказать просто низкий поклон благодаря помощью неравнодушным жителям это вот мы можем помогать ребятам мы вроде бы как бы команда занимаетесь этим делом но маленьком и маленькое звено между людьми и там и ребятами да немножко волнуюсь как бы это спасибо это заслуги не моя заслуга просто может как-то получил что вот баха все знают а это заслуга всех жителей это просто колоссальная заслуга перечислять их много времени надо это и предприниматели это просто обычный бизнес люди как бы пенсионеры есть бабушки и дедушки обычные семьи это общая заслуга победа это общее много да неравнодушных жителей очень много да очень много у нас неравнодушных жителей у меня даже была такая ситуация позвонила звонок телефона голос женский прийти пожалуйста хочу дать ему передать гуманитарную помощь я когда приехал ко мне на встречу вышла бабушку 82 года она шла с палочкой она вынесла мне две пачки пинта и две пачки перекиси водорода 82 года бабушка пенсионер она плачет она как бы все чем я могу тебе помочь я сам заплакал потому что кому горле и это больно видеть когда человек пытается помочь она я грубо что ничего не надо хотя бы одну рано если вы перевяжите у меня будет душа спокойно я просто хочу сказать к сожалению да нам отвлекается очень много людей помогают очень многие но очень многие до сих пор не не осознают что происходит когда мы призываем собраться всем скооперироваться помогать надо только общее усилие можем помочь ребятам как бы достичь победу но еще многие пока спят скажу так они думают что они здесь это их не коснется но как-то так на действительно как вы сказали вы звено вы там бываете вы можете это передать людям которые здесь которые живут обычной жизнью не понимают скажу вам так вот для всех нас ценности в жизни разные вот я буквально вчера сделал пост ценности жизни у каждого человека разные кто-то мечтает купить себе айфон кто-то мечтает купить квартиру кто-то мечтает купить дорогую машину мы например вот единомышленники нас команда да вот мы не выпьем чашечку кофе мы отложим денежку там на что-нибудь приобретение мы не покупаем себе там что-нибудь дорогое стоящее ту же самую одежду волка обувь не купим но эти денежки мы откладываем нас вот есть такие моменты где мы говорим залп и там это я просто не буду говорить какое подразделение у нас было вот недавно с ребятами ездили мы выехали оттуда с комком в горле наши ребята наши пушкинские ребята с нашего округа мы приехали к ним не буду говорить где-то конкретно чтобы родственники не переживали ребята покупают бутылку воды за 5000 рублей полтора литровая вода 5000 рублей кошмар 5 литровая вода цена 10 тысяч рублей это со слов наших ребят у меня есть фотографии этих ребятами факты все есть и представьте себе наши чувства да вот мы стараемся помочь а у ребят когда вот такая проблема и поэтому это смысл нашей жизни чтоб у ребят не было таких проблем чтоб мы должны помогать этим ребятам они же все вернутся и каждый из нас точно сейчас участвуют в этом мы чтобы не сытом было смотреть ребятам глаза они мы спим здесь в тепле они спят в окопах мы можем себе позволить покушать в кафе ресторане либо дома на кухне что-нибудь приготовить а ребята живут в окопах и греют на грелочках на газового горелка там тушеночку и все такое ценности жизни разные просто это нужно осознать и как пока мы все не осознаем ценности жизни она таки будет как бы меня не коснулось мне и ладно с ним как бы все а те кто понимает даст добрых людей все равно больше очень много добрых людей нужно конечно как можно больше рассказывать о том что есть куманитарные миссии что каждый может быть причастен даже понемногу банально бутылку воды я скажу тогда некоторые люди думают чем поможет там есть 100 рублей а мог куда или там чем могут помочь мои тысячи рублей ничем не помогут я хочу жителям сказать уважаемые друзья даже 50 рублей не помогают капелька капелька набираются океаны море там море все все можем этого собирается это закупается это все там даже пачку сигарет можно купить которые ребята с наслаждением выкурят когда он выходит из позиции может выкурить ту же самую пачку бинта который можно перевязать одну рану там та же самая пачка доширака который он приходит ночью выходит из позиции под утро может себе заварить и скушать пачку доширака да он не может там все приготовить королевский ужин но что-то он все может позволить там та же самая бутылка воды 05 она имеет очень огромную ценность там на передовой как бы те же самые сладости шоколадки да ребята вот там иногда спрашивают там орешки что такое вкусненького вкусняшку вкусняшка это обычно вот орехи которые да здесь мы на них можно сказать не смотрим все у нас были момента до когда вот ребятам из команды привезли арбузы да и не вот мы раздавали это просто нужно было смотреть видеть глаза ребят как бы на передовой там жарко когда все петарды салюты а тут на стол арбуза дэнни но хоть как-то старались красить наш там быть ребят да я хочу еще раз напомнить что вы привозите гумпомощь именно на передовую то есть не где-то в тыл а именно туда у нас в принципе принцип нашей команды вот всей нашей команды мы не катаемся по тулу я прошу очень многих жителей меня простите если кто-то кого-то и обидел извинился сказав нет мы не катаемся в тулу мы катаемся либо для нас первоочередная задача я ехать на передовую быть именно там почему потому что там мы видим быть ребят там мы видим у их не нужды в тылу там до худо-бедно можно могут ребята приобрести все сделать а те которые в окопах те же самые носочки те же самые там чуть покушать они не могут приобрести хочу отдельно заметить обращение к тем людям которые пишут там в комментариях соцсетях что вот он получает зарплату что они могут себе купить зачем вы им возите уважаемые друзья а может быть не друзья пусть будет грубо звучать до наши ребята получают зарплату но когда он находится там в окопах ему это карточка этому зарплаты не нужна ему негде и снять чтобы снять его хоть какую-то там тысячи рублей ему нужно проехать километров 100 150 а если каждый боец поэтому снимать себе для сигарет 1000 рублей по 100 километров то линия фронта может прорываться поэтому не стараемся привести им туда на место не считайте их не деньги как бы многие готовы не получать эти деньги но быть рядом с семьей с детьми со своими я просто общаюсь много с детьми родственниками как бы ну семьями мобильзованных ребят и поверьте мне нужны эти деньги они бы не хотели бы эти деньги хотели быть семьей просто это я к тому что очень многие там критикуют вот они получают зарплату зачем помогать дело не в деньгах дело внимания по поводу то что они получают зарплату эта карточка она в окопах она не нужна абсолютно она что есть то и нету поэтому я надеюсь меня поймут жители правильно я уверен что поймут конечно вы заговорили про родственников как как вы же общаетесь много с родственниками как они поддерживают тоже понятно вас поддерживают как очень своих основная основной наш упор наша поддержка это непосредственно сами родственники ребят они приезжают мы общаемся с ними они передают отдельный привет отдельные посылочки передают как бы многие ребята знают как бы нам родственники знают что ждут от моего приезда там когда я выхожу на связь что вот я могу сегодня показать фотографию там сына мужа брата там и я очень плотно общаюсь очень много у меня родственников с кем я общаюсь связь поддерживаем с каждым стараемся вот был такой момент на новый год когда ребята были там отмечали скажем новый год а мы здесь организовали деда мороза и здесь к их семьям я отправлял деда мороза чтобы поздравить их детишек с новым годом здесь проводим небольшие акции именно для детей ребят которые находятся там вот к слову праздники как там праздники встречают понятно что там выходной не возьмешь праздники там ребята не отмечают на своем опыте скажу так стараемся поддержать когда они день рождения отметим у нас есть много кадров могу показать где мы приезжаем стараемся когда мы знаем что у человека день рождения там покупаем шарики торт торт покупаем шарики там музыку ставим хоть капельку там пять минут доставить радость как бы и родственник также знают что да это мы можем это сделать когда под счет и день рождения попадаем последний вот крайне поездка тоже мы приехали упали было день рождения мы его поздравляли там и как бы там нету спиртного минерал очка из-за его здоровья бывают такие моменты тоже поддержать за поддержать всеми возможными чтобы ребята я же говорю внимание ребята должны понимать что их ждут любят этому маленькая часть того что мы можем помочь как жители могут помочь внести свой вклад жители могут у нас есть группы телеграм-канала в телеграме есть наша группа также соцсетях есть мои странички вконтакте везде я как баха хасанов не все знают личный телефон я достаточно открытый человек и если я нахожусь не там а здесь у меня телефону работать не может писать на ватсап вконтакте можно писать телеграме можно писать добавляться в наши группы как бы там вся информация есть где мы были кому мы что передали что отвезли чтобы вся информация мы достаточно открытые полностью все какие группы наши группы называется группа помощь мобилизованным вот она наша группа там все открыто как бы либо вот в соцсетях найти мне как баха хасанов все достаточно открыто все информации я предоставляю еще я хотел бы поговорить о том что много групп которые под видом волонтерской деятельности ну или там фейки распространяют или прямо скажем недобросовестные там лица находится скажем так как жителям отличить что вот эти люди которым стоит доверять а вот тут ну мы живем масса сейчас 21 века века информационный как это любую информацию можно проверить соцсетях в том же интернете можно как бы например я вам скажу да очень часто я встречаю когда пьешь там такой-то раненый в госпитале не помнит себя там передайте родственников 99 и 9 процентов это бывает фейковая информация как бы и любую информацию прежде чем ну если где-то особо необходимо даже можете обращаться к нам по вам подскажем может поможет проверить где фейковая информация как бы пользуйтесь проверенными источниками как бы не доверяйтесь всем подряд как бы и не поддаваться панике да давайте абсолютно поддаваться надо надо быть всегда спокойным каждый шаг взвешенном уровне вечно думать без паники сейчас такой век что не надо паниковать лучше как у нас здесь учили семь раз отмерить один раз отрезать уже 7 раз переспросить а потом принимать меры а так у нас волонтеров много также в нашем округе очень много волонтеров на молодцы спасибо ребята кто-то в госпитале ездить помогает кто-то также ездит туда на линию соприкосновения я как один из волонтеров хочу сказать всем большое спасибо молодцы ребята работать дружно вместе баха ну возвращаясь к вашим поездкам понятно что каждая из них уникально особенно несет массу эмоций впечатлений но вот что-то вот что запоминается что вот навсегда останется вот для вас что никогда не забудете обстрелы когда попадает когда в тебя стреляют один из моментов шутка так основной запоминается это глаза ребят вот меня даже сейчас если разбудить ночью я могу прям назвать какое подразделение как не встретили где ребята плакали от радости в эту поездку даже я видел слезы от новому человека большого полковника когда мы передавали машину мы просто в шоке человек он не последний звено занимает нашей армии скажем так и когда ему просто он приехал в гости мы нашей командой дружно ваша команда передавали передали ключи от автомобиля с документами человек был просто шокирован просто неожиданно для него это было когда техника там тоже нужно она очень востребована техника много всяких таких моментов есть все не перечислить но это глаза ребят радостные глаза ребят их не передать их просто нужно видеть это ну что же паха вот на этой эмоциональной важной ноте время нашего эфира подходит к завершению еще раз вы как олицетворение вот этого мостика между тем миром где сейчас действительно добывают мир для нас всех для нашей страны и ну вот нашей обычной жизнью расскажите скажите нашим жителям о том как важно помнить о наших ребятах которые находятся в зоне специальной военной операции как важно их поддерживать и словом и делом на самом деле у меня сейчас последнее время появился девиз прежде чем критиковать прежде чем критиковать лучше один раз сделать можно сто раз критиковать и один раз сделать один из примеров как вот многие ребята в нашей команде кто в первый раз стал просто поехал увидел своими глазами ребята нам просто пришло время когда нужно объединяться независимо от нации вероисповедания и всего прочего там наши братья там наши друзья там наши близкие нужно просто объединиться и совместно добиться этой победы это будет победа наша общая не чья-то именно а просто общая победа во имя наших детей во имя нашего будущего все что могу сказать спасибо большое баха успехов вам вашей важной невероятно важной жизненно важной миссии пусть все будет успешно да и бог помнится самое главное чтобы победа была особенно все мелочи жизни спасибо я напоминаю что гостем нашей студии сегодня был волонтер и доброволец баха хасанов спасибо что смотрели нас увидимся